Перед тем, как мы будем болеться за наши жертвоприношения, я хочу прочитать некоторые места Писания. Первое место Писания я прочитаю от евреям. 11 глава. Эта глава, вы знаете, говорит нам о мужах и женах веры. 11 глава, с 13 по 16 стих. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы и время им возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот. И 24 по 27 стих. Веру и Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо Он взирал на воздаяние. Еще одно местописание – это Откровение, 22 глава, с 3 по 5 стих. Здесь говорится о Новом Иерусалиме. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрит лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». И еще одно местописание – это 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха по 7. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, родивший нас воскресением Иисуса Христа, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных скушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Похвалий, честь и славе в явлении Иисуса Христа». Среди всего, что происходит вокруг нас в этом мире, скорби, несправедливости, коррупции, Дух Святой желает утешить нас, напомнить нам истину о том, что Бог через веру в Иисуса Христа садил нас, сделал нас наследниками. Наследниками наследства, которое есть нетленное, которое есть чистое, неувидаемое. Неувидаемое – это когда оно постоянно свежее, когда оно всегда ценное. Бог, кстати, делал нас наследниками этого наследства, и оно хранится для нас на небесах. И мы прочитали с вами вот из этих мест в Писании о мужах и женах веры, которые, проходя в жизни путь, они взирали на это наследство, они имели всегда свой взор на это, проходя все трудности. И также Петр напоминает нам и говорит нам, или же призывает нас, чтобы мы всегда в этой жизни взирали на наше наследство, чтобы мы помнили об этом. И он говорит также, чтобы мы радовались об этом, даже проходя какие-то трудности в нашей жизни, чтобы мы не забывали об этом наследстве вечном, прекрасном, чудесном, чтобы мы не забывали и твердо верили. И это наследство, оно прекрасно, и как мы прочитали об Новом Иерусалиме, это есть Новый Иерусалим, и также все, что принадлежит Иисусу Христу, вся его власть и всем, с чем он будет распоряжаться или же владеть, он разделит это с любящими Иисуса. Поэтому и мы будем твердо, твердо верить среди всего, что происходит вокруг нас, что мы имеем наследство. И будем об этом размышлять, и будем радоваться об этом и благодарить Бога. Давайте встанем и помолимся.